Лучшее в стране 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 музыки, это скорее некие такие бизнес-конкурсы, связанные с вашей, так сказать, с телевидением. Ну, то есть это, что мы видим и люди слышают в эфирах радиостанций, музыкальных каналов, да? Да, да. Но я должен сказать, как композитор, так сказать, из серьёзной музыки, что с точки зрения музыкантской они достаточно упрощённые. Понимаете, такой, как вы сказали, такой чёрно-белый вариант какой-нибудь там, не знаю, картины импрессиониста, он мало даёт представления о том, что действительно происходит. Ну, может быть, фастфуд ещё можно применить такое, да? Да, пожалуй, это ещё точнее. Вот, с одной стороны, есть такие конкурсы, с другой стороны, есть несколько замкнутые в своей, так сказать, такой ячейке, в своей, ну, что ли, колбе, если хотите, профессиональные конкурсы. Они направлены, рассчитаны на довольно узкую аудиторию высокообразованных профессионалов. Ну, вот я сравниваю эти два рода музыки с фундаментальной наукой, это вот серьёзная авангардная музыка, которая, понятно, может быть, там, не знаю, ну, тысячи человек, скажем, в Москве, да? И вот такая популярная музыка, которая, понятно, вроде бы многим, но, может быть, эти многие понимают только поверхностный пласт её, понимаете? Вы знаете, я абсолютно вот уверена, что многие думают сейчас, что не пишется классическая музыка, что сочиняется композиторами исключительно то, что можно увидеть в эфире телеканалов и услышать в эфире радиостанций. Ну, я думаю, что вот именно сегодняшним эфиром, а многим как раз рассказывают, что современная классическая музыка, она есть, и более того. Молодые люди даже её тоже сочиняют. И, наверное, конкурс, да, «Новые классики» как раз тому подтверждение. Я хотел бы в продолжение вашей мысли сказать, что на самом деле мы все слушаем популярную классическую музыку в исполнении симфонических оркестров. Где? Кинематографе. Конечно. Не осознавая этого, это и есть вот прикладная популярная классическая музыка, если мы спорим, вспомним «Пиратов Карибского моря», я думаю, любой может напеть. И эту мелодию, не осознавая, что это симфонический оркестр, это большой композитор, который написал эту музыку. Или когда мы идём в театр, да, мы тоже видим это обрамление. Или когда красивая реклама, мы видим подложку, красивую инструментальную музыку. Но ведь оперы тоже пишутся. Абсолютно. И оперы, и мюзиклы, это всё-всё-всё вот жанр в нашем понимании популярной классической музыки. С другой стороны, как Владимир сказал, есть высшая математика. Не так много специалистов в высшей математике, но поразительно, что это тоже огромный, интересный мир. И я общался с победителями об этом. Мы скажем, это современные, образованнейшие люди со всего мира. Вот это вот очень приятно. Давайте немножко теперь подробненько о конкурсе поговорим. Приём заявок завершился 1 ноября, насколько я знаю. Сколько длился он приёмы и куда обращались, куда эти рассылали пресс-релизы? Каким образом распространялась информация о том, что состоится такой конкурс? Ну, был создан специальный сайт, да, вот фондом новой классики, куда поступали заявки из 35 стран мира, то есть практически из всего земного шара. Композиторы представляли свои партитуры и иногда, в некоторых случаях, также записи своих сочинений. Но для того, чтобы все участники конкурса находились в равных условиях, на первом туре, мы записи не, так сказать, членам жюри не давали. Так. Чтобы кто-то не выглядел изначально априори лучше, чем не представившись. Ясно. Ну, справедливо отчасти, конечно. И на первом туре вот жюри оценивало только партитуру. Я должен сказать, что это огромное количество вас. Вот скажите мне только честно, пожалуйста, вы отслушали все 834 заявки? Я просмотрел, конечно. Все. Отсмотрели, да, на партитуру? Отсмотрел, да. Отсмотрел все, и не я только. Это была великолепная работа, которая сделана была жюри. Внимание, какие имена? Эдуард Артемьев. Классик, да, советского и российского кино. Конечно. Конечно. Тристан Мюрай. Жюри международного уровня. Да, международного уровня. Везде это топ. Это топ фигура. Мюрай – это, понимаете, родоначальник нового направления вообще в музыке второй половины 20 века, так называемая спектральная школа, связанная с электроникой. Электронику это трансформирует на оркестр. Ну, это, понимаете, это новый вид музыкальной материи уже. Кто еще был из таких современных великих музыкантов? Вот мы уже говорили, да, об Артемьеве, который написал, я не знаю, сколько фильмов, но точно более 200, в том числе и, так сказать, и легких, и, так сказать, тяжелых, да, он работал с Тарковским, например. Из российских композиторов также был Александр Моноцков, который очень популярен и в театре, и в оперном театре, и как инструментальный композитор, и песен, и все что угодно. Затем у нас был очень известный в мире итальянский композитор Иван Фиделе. Достаточно сказать, что он обладает многих премий, и он директор музыкальной части Венецианской биеннале. То есть, понятно. Да. 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 Затем у нас был также известный итальянский кинокомпозитор. Из Милана. Из Милана тоже, совершенно верно. И кто у нас еще был в жюри? У нас была одна девушка, китаянка, может быть, она в России малоизвестная, ее фамилия Йинь. Китаянка из Берлина. Из Берлина, которая училась в Берлине. То есть, она одновременно представляла и Азию, и, так сказать, и женскую часть человечества лучше, да, и немножко Берлина. С первым туром все понятно. Второй этап из чего состоял? Второй этап состоял из того, что отобранные пять партитур в жанре, так сказать, академической музыки и в жанре популярной по пять партитур. То есть, по пять финалистов, скажем так. Да. Они прозвучали живьем. В присутствии уже жюри. У меня есть даже некоторые фамилии, во всяком случае страны, да, которые пробились в пятерку лидеров в номинации «Современная академическая музыка». Наверное, может быть, лучше вы скажете нам, Владимир, да, что там Южная Корея, Германия, Дон Мюн Ким. Да. Итальянка Катерина Дочекан. Да, у вас и полностью. Южная Корея была представлена, да, греческий музыкант замечательный. И из Израиля. Россию, к сожалению, мы здесь не наблюдаем. Как не видим? А, в серьезных. В финалистах. В финалистах, да. Да. Потом, уже после того, как прошел второй тур, члены жюри, имели право посмотреть, кто же, значит, вот эти люди. До этого все проходило анонимно. И я, к сожалению, увидел, что российская партитура, ну, не добрала буквально, ну, была двумя ступеньками ниже. Я бы прямо сейчас расплакалась, но меня радует следующая номинация, хотя бы «Современная популярная музыка». Там среди финалистов США, Сингапур, Гонконг и аж два финалиста из России. Владимир Кошелев и Константин Камольцев. Да, из США, из Филадельфии. Александр Тимофеев, на секундочку, да. На секундочку, который закончил Гнесинку. Да, да, да. Вот это замечательно. Ну и 18 ноября, финал. Да. Буквально позавчера, ну, парочку деньков назад тому, исполнил оркестр Московской консерватории. Да. Ансамбль «Студия новой музыки» исполнил вот все эти сочинения. Руководителем которого вы являетесь. Да. Когда-то, 25 лет назад, мы я вместе с моим большим другом дирижером. Юбилейный год у вас. Да, вот мы с Игорем Дроновым, дирижером нашим главным, создали этот ансамбль 25 лет назад. И сейчас он вырос, в общем-то, до уровня, ну, самых-самых передовых оркестров вообще мира, может быть, даже. Прозвучали 10 произведений. И дальше что? Как мы знаем, в мужественную конкурсах, что какие-то таблички, баллы или пульты, кнопки. Нет, уже к тому времени результаты были объявлены. Это уже был концерт, ну, такой праздничный. Все понятно, да, концерт финалистов. Ну, они получили свои, так сказать, награды, дипломы, лауреатские значки, приветствия, ну и, конечно, аплодисменты публике. Дорогие друзья, кто же стал победителем конкурса «Новые классики»? Мы, конечно, с вами узнаем. Ну, через прям коротенькую паузу, 2,5 минуты, оставайтесь с нами. Продолжается программа, друзья. Мы продолжаем наш разговор о международном конкурсе для молодых композиторов «Новые классики», который впервые прошел в нашей стране в этом году, буквально на днях завершился. Обещала вам как раз, что мы сейчас обязательно узнаем имя победителя. Продолжая разговор с нашими гостями, конечно, понимаю, что мы должны были всем, наверное, с самого начала сказать, что призовой фонд у конкурса «Новые классики». Очень привлекательный. 1 миллион рублей. Кому же достался этот приз? Этот приз, в соответствии с условиями, был разделен на две категории. В академической музыке и в популярной музыке. Причем в популярной музыке заявок было настолько много, и они были настолько разные, что мы вынуждены были ввести еще как бы два подпункта – А и Б. Дело в том, что было очень много партитур для большого оркестра и не меньше партитур для совсем камерных составов, там 5-7 музыкантов. Поэтому в категории две, а призеров первые вместо получили три человека. В номинации «Академическая музыка» первое место получил композитор молодой из Израиля Яир Клартак. А в номинациях «Популярная музыка» в камерном жанре получил свой первый приз «День Чун» из Сингапура. И российский композитор, причем не из Москвы, не из Петербурга, а если из Красноярска, что особенно приятно. Владимир Крошелев за свое сочинение «Перерождение». А у меня, собственно, фамилия Кок Юньфань из Сингапура. Вы знаете, это хорошее замечание. Мы очень много справлялись у профессионалов, как их произносить. И даже китайцы из южной провинции и из северных произносили это по-разному. Так что я боюсь, что оба наших… Варианты горные. Ну да, будем надеяться, что замечательно. Победители конкурса, конечно, не обидятся на нас. Вручены призы? Или скоро случится вручение будет? Ну вот про это я хотел сказать, что отличает наш конкурс. Суммы примерно сопоставимые с такими конкурсами, которые находятся в Европе, в Америке и так далее. Но для нас было принципиально, что всего два или максимум три победителя для того, чтобы сумма была значима. Это, знаете, наш Грэмми, наш Оскар и так далее. Для наших слушателей скажу, что могут сделать композиторы на эти суммы. Отвечаю, записать 40-минутный свой диск с хорошим оркестром. Вот что это такое. А что происходит за рубежом на подобных конкурсах? Там очень много номинаций. Победители, которые еще также могут разделить эти самые номинации, да, и в итоге каждый получает, ну, так, на ужин. По-разному тоже там, по-разному. Бывает по-разному, но очень важно. И мы с членами жюри говорили, со звездами, они абсолютно правильно сказали. Самое главное для композитора то, что его музыка прозвучит вживую, да не где-нибудь, а в Московской консерватории, которые 120 лет в этом году исполняют. 120 лет. В том зале, где звучали все-все великие произведения 20 века, 19, 18 и 21 века. Вот это самое ценное. И второе – это запись. На концерте велась запись, и действительно блестящий оркестр отработал. Мы переживали, потому что сложнейшие партитуры. Расскажите про Гартен, пожалуйста. Это очень интересная история, я думаю. Да, мы получили эту партитуру из Греции от композитора, который учился где-то в Европе, не помню, не то в Англии. С Телянос Димуна. Да, да, не то в Германии, не то в Англии, не помню, где он учился. Как вам сказать, ну вот я побывал на многих конкурсах современной музыки, и, в общем-то, уже именно авангардной музыки. Да. И привык, так сказать, к различным и хорошо знаю новейшие, так сказать, расширенные техники исполнения. Но тут даже мы удивились, потому что исполнение этой пьесы требовало определенной новой техники гортани. Я специально посмотрел в интернете, как это должно делаться. Но не буду описывать подробности, скажу примерно, как вот бурятское пение, допустим, тибетское пение, да, когда ты одновременно поешь бас и какие-то высокие обертоны. Вот примерно нечто такое требуется от исполнителя для того, чтобы сдать просто первую ноту. То же самое от бас-кларнет. Ну и вся пьеса была написана вот в таком стиле. И нужно было в краткие сроки, в короткие освоить эту новейшую технику. И я привел, пожалуй, наиболее радикально привел, но все эти пьесы, по крайней мере, в авангардном жанре предполагали какие-то вот такие новые, ну это, так сказать, одно из направлений композиторы. Да, да, да. Так что это было выучено в течение недели. И я должен сказать, что это, конечно, абсолютный рекорд. Я могу дать голову на отсечение, что ни один зарубежный ансамбль, включая самый-самый, за такой срок даже не возьмется... Да, точно так же, как организовать конкурс. Вот если что-то такое за рубежом, организовать конкурс. Но если за два года, то будут говорить, ой, уже все, мы уже... Ну, во-первых, там еще эта огромнейшая команда. Здесь сколько человек занимались конкурсы? Ну вот со стороны... С вашей... Семь, наверное. Да, всем человек. Вот так. Семь. Международного уровня конкурса. И еще из шутливых историй, мы так смеялись немножко, мне было жалко в одном произведении, Рояль Стенвей, стоимостью 14 миллионов рублей по нынешнему курсу, потому что в партитуре там нужно было звучать, колотушечкой периодически по этому инструменту. По деке инструмента. По деке. Это, ну, девушка играла, она делает очень аккуратно, нежно, понимая всю ценность, значит, Рояля. Конечно, конечно. Да, но были еще более радикальные, мы, к сожалению, вообще... Это было оговорено, кстати, специально в условиях, что, ну, такие радикальные случаи препарации Рояля мы, так сказать, отклоняем. Например, нужно было там шурупы между струнами, так сказать, венчивать и такое. Для того, чтобы достичь нового звучания, но мы все-таки, все-таки как-то больше любим Рояль. Ну, в общем-то, да, это, наверное, совсем другой зал должен быть, другие инструменты, которые совсем не жалко, за другие деньги. Конечно, не что для меня, конечно. Все абсолютно понятно. Мы прервемся сейчас ненадолго, обязательно оставайтесь с нами, потому что очень скоро мы посмотрим фотографии, их много, они очень любопытные, и немножко так с вами, ну, окунемся в атмосферу конкурса «Новые классики». Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Мы сегодня говорим о международном конкурсе для молодых композиторов «Новые классики». Буквально пару дней назад конкурс завершен. Были подведены итоги, известные имена победителей. У нас сегодня в гостях Андрей Шаров, член организационного комитета международного конкурса «Новые классики», и Владимир Тарнопольский, председатель жюри комитета международного конкурса Московской консерватории для молодых композиторов «Новые классики», художественный руководитель ансамбля, студия «Новой музыки», ну, и студенты консерватории, бывшие и нынешние, конечно, узнают своего любимого преподавателя по композиции. А поклонники современной классической музыки по всему миру также узнают Владимира, и я уверена, аплодируют сейчас, сидя перед экранами. Огромное количество, можно найти в интернете, статей ведущих мировых изданий, которые, на самом деле, восхищаются, конечно, вами, Владимир. И вот одна только, на мой взгляд, даже самая скромная, как вас называют, талант мирового уровня по всем меркам. Ну, это, на самом деле, подчеркиваю, что величайшее счастье, что вы сегодня в нашей студии. Возвращаемся к конкурсу «Новые классики». Принципиально позиция организаторов конкурса, что это исключительно для молодых композиторов конкурс, то есть ограничение возраста есть до 35 лет. В связи с чем, наверное, 36,7, то 40-летние, наверное, тоже заявочки подавали. Мне хочется строго было. Дело в том, что вместе с заявками они подавали свои паспортные данные. А, то есть как-то... Так что без прописки. Ну, почему именно так? Да. Во-первых, это действительно тот возраст, когда композитор уже хорошо пишет, но неизвестен. И нужно найти этого композитора и показать его замечательную музыку публике, чтобы публика полюбила эту музыку. Это раз. Второе. Нас очень-очень поддержал Росмолодежь. Выделил грант на конкурс. Кстати говоря, сделал это по поручению президента России, который впервые выделил гранты как раз творческой молодежи. И вот это сошлось то, что молодым нужна поддержка, и то, что Росмолодежи поддержала этот конкурс рублем. Поэтому ограничение такое. Мы, пострадавшие с Владимиром, самые что ни на есть... Будучи сами композиторами, да, и, конечно, желающими принять участие в конкурсе. Мы бы тоже не отказались от хорошего приза, но, увы, мы уже в другой возрастной категории. Нам 35 с половиной. С половиной, да. А у вас же все шансы делать потом зрелые классики конкурсы? Обязательно. Дело в том, что новые классики, понятие как раз растяжимое. У нас будут и конкурсы, конечно, и 14-35, и 14-бесконечность. Конечно, мы будем продолжать такие конкурсы. Ну, я вот что хочу сказать, Владимир. Конечно, вы мне ответите на этот вопрос. Среди победителей есть наши российские таланты прекрасные. Это Владимир Кошелев, мы уже сказали, Константин Камульцев. Но это не выпускники Московской консерватории и не ваши ученики. Да, это вопрос довольно деликатный. И я обычно поступаю так. Мне приходится каждый... В этом году я уже, по-моему, пятый или шестой конкурс, где я работаю в жюри, в том числе международной. И всегда я и мои коллеги поступаем так. Если мы видим сочинение своего студента или предполагаем только, что это сочинение нашего бывшего студента, мы сразу заявляем об этом и не голосуем по этой конкурсии. Нет, можно слушать, наслаждаться, считать, что это самое лучшее, но нашего голоса нет. Это, в общем-то, такое неписанное правило, но все его придерживаются. Честно скажу, что в данном случае я обнаружил одного своего студента, может быть, их было больше, бывшего студента. Да, бывшего. Но вот он не прошел десятку, даже у меня. Охотно на сегодняшний день вообще идут обучаться композиции? Хороший вопрос. Вот в Московской консерватории у нас пять лет проходит обучение. На каждом курсе примерно десять композиторов. Но еще Гнездская музыкальная академия, там тоже, наверное, человек, не знаю, четыре-пять. В общем-то, не такая уж массовая профессия, скажем прямо. Но рождаются ли Моцарты, Гендели, Бахи, Бетховены? Ну, знаете, это... Современные. Да, как это у Вознесенского есть такая фраза. Какое время на дворе, таков мессия. Так что вот какое время есть такие композиторы. Но ребята чрезвычайно талантливые. И я могу сравнить, скажем, с молодыми композиторами за рубежом, где тоже замечательных много ребят. Но наши гораздо более, на мой взгляд, мотивированы, гораздо более энергичны, то есть на несколько порядков. Гораздо более, как вам сказать, даже радикальны в своих поисках. И, может быть, даже какие-то более честные что-то. Вот такие, понимаете. Иногда такие мне приносят опусы. Не просто опусы, а философия. Такое, что я просто, не знаю, даже... Я себя чувствую просто каким-то законсервированным каким-то таким композитором. Андрей, да, что-то хотят? Вы знаете, я хочу добавить, что и академическая музыка, и популярная классическая музыка, которую мы послушали на концерте, она отражает наше время. Потрясающе. У меня была племяшка на концерте. Ей 4 года. Она пришла домой и 3 минуты наигрывала. Она не умеет играть на фортепиано. Свои впечатления от музыки. То есть она поняла этот язык современный. Конечно. И в голове у нее звучали эти ноты, эти звуки. То есть точно можно гарантировать, что это талантливые люди отражают наше время. Где-то, по-моему, одна из целей конкурса определена, как определение современной культуры на ближайшие 30 лет. Да, поправьте, если я сейчас ошибаюсь. Таким образом, в общем, что можно сказать? Что разве не Оля Бузова, не другие артисты нашей современной культуры на ближайшие 30 лет? Ну, я не знаю, 30. Сейчас же это меняется так быстро, что не знаю, что будет там через месяц. Но, конечно, эти ребята будут определять, ну, по крайней мере, в ближайшие десятилетия они как-то точно будут в мире заметны. Это гарантированно. Ну, кто-то из них тоже будет писать песни. Кто-то будет писать песни, кто-то будет писать симфонии, а кто-то будет писать такую радикальную музыку, что нужно будет там ломать инструменты. Такие тоже есть. Самое важное, что действительно эти композиторы будут писать музыку в ближайшие 30 лет, а мы ее будем слушать, даже не зная их имен. Да, да. Даже не зная их имен. И вторая очень важная задача нашего конкурса – показать молодым людям, что есть другая музыка, которая отражает наше время. И что на первое свидание с девушкой ты можешь пойти в консерваторию, а не в кинотеатр, и получить огромное удовольствие, и твой рейтинг будет выше. И музыка эта может быть написана твоим ровесником на самом деле. И в оркестре также, и в ансамбле могут сидеть тоже такие же молодые, интересные, глубокие, очень люди образованные. Давайте посмотрим фотографии, запускаем слайд-шоу. Ну, а вас, конечно, дорогие мои гости, попрошу по ходу пьесы рассказывать. В зал консерватории. Это Рахманинский зал консерватории. Он был построен специально для хорового, вообще-то, пения, для хорового обучения, как зал Синодального училища. И он огромное количество хоровой музыки и вокальной музыки и сейчас исполняется в этом зале. И вот уже лет 25 этот зал стал нашей основной площадкой ансамбля «Студия новой музыки». 25 лет, вы сказали? Это единственный ансамбль, который оркестр, который специализируется на новой музыке. В принципе, у нас в Москве около, не знаю, 50 оркестров. Это очень много. Это больше, чем во Франции, Италии, Испании, я не знаю, вместе взятых. У них все-таки примерно, очень большой, но все-таки примерно один и тот же репертуар. Кстати говоря, прокомментирую. Да-да-да, давайте, Андрей. Сейчас заместитель руководителя Росмолодежи зачитывает приветствие премьер-министра нашей страны, который отметил наш конкурс. А это вот как раз китаянка, член жюри из Берлина. Вот она, да. Потрясающий, кстати, композитор. И папа у нее тоже композитор. Здесь же равно как странить. Там же династия композитора. Вот это Малинелли. Да, это итальянский композитор Роберто Малинелли. Вот Трестан Мюрай французский, да, который мы говорили. Рядом с ним сидит Иван Фидели. Вот он, этот итальянец, который из Венецианского биеннале. Ну, это я вот все там говорю. Благодарили, наверное, всех. Благодарили. И я объяснял, чтобы слушатели не пугались. Понимаете, поскольку мы привели две совершенно разные аудитории, которые никогда не сталкиваются не только на концертах, но в жизни. Да, вот я, поэтому мне как-то пришлось, это, кстати, посольство Израиля. Второе человек в посольстве Израиля, которое получало призы. Это из... Кореи. Да, это из Кореи. Это из Сингапура. Это как раз победитель, да. Да, наш победитель. Вот, и я как-то долго специально объяснял, что не пугайтесь друг друга, да. Это очень важно не только с точки зрения эстетики, да, соединения эстетики, но и даже социально это, мне кажется, очень такой важный акт. Конечно, конечно. Я хочу вас, Владимир Владимирович, спросить про ансамбль студии «Новой музыки». В основном там студенты или уже выпускники есть в Московской консерватории? Это недавно закончившие аспирантуру молодые музыканты. Они уже все суперпрофессионалы. То есть это их работа? Это их работа, да. Это не обязанность по будучи студентами, это их работа? Это ансамбль, вот есть такая в американской традиции, ансамбль in residence at the university, да. Вот это теперь наша российская традиция, это очень важно. Это, понимаете, вот как, что мне много не нравится в западных университетах, но одна вещь мне страшно нравится, то, что они одновременно лаборатории. Вот, пожалуйста, прокомментируйте это. Очень красивые девушки, Алена, которая организовывала конкурс. Это наши финалисты. Я про Рахманиновский зал хотел сказать. Вот если наша публика слушателей хотят понять, как на самом деле звучит музыка живая, обязательно в Рахманиновский зал. Это лучшая акустика, потрясающая акустика, очень хороший звук. Да, а я вернусь, значит, к нашему ансамблю. Понимаете, что мне нравится лучше для меня в университетах? Когда это не только там, вот им читают лекции, они читают книжки, потом сдают экзамены. Для меня самое главное, что была практика. И вот когда вот этот ансамбль в резидентуре, да, он одновременно, и мы одновременно играем в произведении наших выпускников, скажем, на госэкзаменах, на переводных экзаменах, аспирантские экзамены. И не просто они формально что-то учат, оторванное от жизни, а они реально участвуют в концертной жизни, причем в самом передовом, так сказать, ее, ну что ли, отряде. Владимир, Андрей, я хочу, чтобы мы сейчас с вами рассказали о том, что новые классики — это не только конкурс международных молодых композиций, это же еще и школа. То есть это огромная образовательная программа, что, на мой взгляд, тоже является, наверное, такой отличительной и уникальной чертой. Это правда. Мы сделали школу «Новые классики», она состояла из двух частей. Первая часть — это «Новые техники», может быть, Владимир расскажет, это увлекательно. А вторая часть — мы рассказывали композиторам простая вещь, как открыть свой YouTube-канал и продвинуть свою музыку. А это очень важно, конечно. Как работать с социальными сетями, какие авторские права у тебя есть. И вообще даже рассказывали такие вещи. А 2040 год — это год вообще с композиторами или без, или роботы будут писать музыку. — Компьютеры, да. — Да, компьютеры. Как это все будет, как это будет все устроено. И встреча с живыми композиторами. У нас был Иван Урюпин, это киномузыка. У нас был член жюри Александр Монацков. И были еще уважаемые люди, я думаю, Владимир расскажет. И вот вторая часть — это, собственно, «Новые техники». Новые инструментальные техники. Дело в том, что инструменты музыкальные на протяжении всей своей истории развивались. Не было никогда такого, что вот, не знаю, там флейта, или там, не знаю, гобой, или там труба. Вот один раз всегда сделан, и все. И они развиваются по сей день. Это не так заметно, потому что это долгий исторический процесс. И если они даже не развиваются, так сказать, чисто как мануфактурное производство, исполнители выискивают новые возможности исполнения каких-то особых звуков. И вот это, так называемые, расширенные техники мы преподавали вот на наших курсах. Каждый инструменталист, флейта, флейтистка, рассказал о флейте, гобоисте, а гобой и так далее. Что сегодня, какие новые приемы звукоизвлечения могут быть вот на этих инструментах? Вот если сравнить с автомобилем, да, допустим, представьте, что он, допустим, автомобиль 19 века или 18, на котором ездил Моцарт, да, это, конечно, механическая коробка передач, ни кондиционеров, ни бустеров и так далее, и так далее. И вот мы как раз рассказывали, что такое автомобиль музыкальный, да, в распоряжении композитора 21 века. И уже из этих всех опций, да, или фичей, как говорят, да, он конструирует свой автомобиль, то есть свою пьесу, свою новую музыку. Вот это очень важно. Андрей Иванович, хочу вам вопрос задать вот какой. У вас такая очень красивая, хорошая, достойная биография управленца. Ну, кому интересно, могут посмотреть в интернете вообще, потому что нужно... Я вообще должна сказать, что каждый гость сегодня достойный отдельной программы. Каждому по часу, чтобы поговорить действительно об интересной жизни, о творчестве, о становлении, наверное. Наверное, Андрей, ну, при... Вы на сегодняшний день, да, занимаетесь тоже очень хорошей должностью, но при этом и сочиняете музыку. И есть даже диск выпущенный, правда, в соавторстве, что, в общем-то, конечно, не умаляет его достоинств. Где можно послушать, и что это вообще такое. Это классическая современная музыка или это популярная музыка? Спасибо большое за вопрос. Даю лайфхак всем нашим слушателям. Если вы хотите быть успешными в жизни, пожалуйста, научитесь играть хотя бы на одном музыкальном инструменте. И вы увидите, как к вам приходят новые бизнес-идеи, как вы легко складываете команды, коллективы и так далее. Потому что, ну, честно говоря, ноты сложить сложнее для меня, как непрофессионального композитора, чем сложить команду. И, как я говорю, если уж я смог записать с российским национальным оркестром диски, все остальные задачи для меня проще. Теперь уже по плечу. Значительно проще. Для чистоты отношений. Я пишу мелодии, у меня есть помощники, они оркеструют. Но, как они говорят, только ты слышишь, как должно быть. И потом уже в оркестре мы вместе с ними правим. Вот такой очень интересный процесс. Если кому интересно, в iTunes можно забить Андрея Шаров по-английски и три композиции послушать. Первый концерт для друзей с оркестром. Да, стиль вы спросили стиль. Друзья определяют как неоромантизм. Есть немножко стиль киномузыки, есть немножко неоромантизма. Вот я бы так определил свой стиль. Ну, а что касается услышанного вот в конкурсе «Новые классики», Андрей, что вы скажете? Вы знаете... Были действительно кто вас удивил? То есть победа-победа, понятно, да, кто вот личная симпатия какая-то. Я должен честно сказать, что я полюбил академическую музыку. Вот так. Я полюбил авангард. Не просто академическую, а авангард. Я с удовольствием ее слушал и ловил себя на мысли, господи, это же наша жизнь. Это же просто сейчас видеоряд накладывай и готовы на нашу жизнь. Там современные энергии, там все, да? Там есть все, там есть большие города, там есть одиночество, там есть социальные сети. Единственное, что я пока не услышал, там маловато мажора. Как я говорю, маловато мажора. И вот, соответственно, популярная классическая музыка, она компенсирует вот этот, может быть, недостаток мажора, да, в своих мелодичных композициях. Как интересно. Естественно. Владимир, вы тоже считаете, да, что современная классическая музыка, в основном в миноре написанная, там много... Ну, метафорически, да. Метафорически, конечно, в современной музыке, условно говоря, мажора и радости, может быть, так, заметно меньше, чем в 18 веке. Ой, да, чем в 18 веке, точно, да. А почему? Это же отражение, получается, да? Ну, я думаю, это психограмма нашего времени, честно говоря. Так что это даже не зависит от композитора. Он, может быть, по натуре веселейшим человеком. Я знаю таких людей. Веселейшим, компанейским, балагурным, да. Ну, ты слушаешь музыку, ты, в общем, не узнаешь. Ну, видимо, это портрет нашего времени. Хотя, всё-таки, конечно, есть разная музыка. Есть, не знаю, там, с какой-то особой моторикой, да, или есть, например, минимализм, который принципиально, как можно связи к одной улыбке, есть улыбка чеширского кота, он появляется раньше, чем сам кот. Вот есть и такая музыка. Но, в принципе, авангард, да, пожалуй... Да, ведь музыка очень влияет на наше настроение, на наше состояние и даже на наше здоровье, в конце концов. Как же тогда быть? Не перегружать себя лучше современной классической музыкой? Или дозированной, да, популярной классической? Есть такой психолог известный, Татьяна Черниговская, она говорит, это я к родителям обращаюсь. Если вы хотите, чтобы у вас выросли умные дети, надо, чтобы они слушали сложную классическую музыку, сложную. И это действительно так, они начинают быстрее говорить, они более коммуникативны, открыты, и у них более творческие идеи рождаются. Поэтому надо слушать разную музыку, но сложную музыку слушать обязательно. Обязательно. Это как фитнес ходить. Обязательно. Хоть три раза в неделю послушай Малера. Вот давайте... Как чистить зубы. Малера, да, Малера. Малера, да, Малера. Послушай Малера, не Петховена, Малера послушай. И определи, где, на какой ступеньке сложности и развития ты находишься. Если ты можешь послушать минуту, это одна ступенька, а если ты можешь послушать все и получить от этого удовольствие, это другая ступенька. Какой тест. Золотые слова. Спасибо вам огромное. Малера, и всё. Прервёмся совсем ненадолго. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Продолжается программа. Владимир, я хочу вам задать вот какой вопрос. Что из, наверное, недавнего сочинённого вами можно послушать в ближайшее время и где? Потому что Владимир Тарнопольский, для тех, кто не знает, может быть, это, ну, мировое признание есть. Это величайший композитор современности разных абсолютно жанров. Ну а что, правда, руку плескали, руку плескают. Это все сцены мира. Вы знаете, у меня есть одно достоинство, которое мало кто ценит. Я очень трезво к себе отношусь. Хотя бы потому, что я, понимаете, преподаю, и когда ты преподаешь там Бетховена или там не знаю что, ты понимаешь, где мы, где они. Не скромничайте, Владимир. Нет, ну действительно. Все-таки что можно послушать? Послушать в ближайшее время. У меня будет исполнение, сейчас у нас декабрь, да, у меня будет исполнение в Германии в феврале крупного оркестрового сочинения. Вот так. Которое я еще не дописал. Вот так. А билеты проданы уже на концерт, на секундочку. Это обычная история для композитов. Абсолютно. Это для меня это просто, в этом смысле, да. Для меня это последние минуты всегда. Моцарт делал так же. Ну, Моцарт, да. Будут ли какие-то записи, видео? Да, у меня недавно вышел диск. Вот, расскажите. Да, у меня вот вышел диск, вот я могу этим гордиться, потому что там, во-первых, замечательный дизайн. Диск выпустила наша Московская консерватория, сотрудничая с там еще с другими фирмами. И там очень хорошие записи. Одно сочинение записал Валерий Гергиев. Оно называется «Табула Раша». Оно было заказано мне... В том числе, по-моему, в прошлом году вы сотрудничали, да, как раз? Да, 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 да. И это сочинение было заказано голландским фестивалем. И, значит, поскольку, так сказать, очень сложное отношение в мире, значит, с Россией и вообще в мире много сложных. А политики сейчас речь идет, да? Да. Аналогично, имеется в виду «Табула Раша», да. «Чистая доска». Я сказал «Табула Раша», как бы страна непознанная, непонятная. И вот это сочинение. Там в основе сочинения лежит такой удар колокола, который... У меня нет колокола. А, есть колокол. Ну, лишь в конце. И я как бы его имитирую, анализирую, воспроизвожу чисто оркестровыми средствами. И дальше все идет как бы от отзвуков этого колокола. Там замечательная запись и исполнение Владимира Юровским, другого моего сочинения «Дыхание исчерпанного времени». Это огромный там оркестр, человек 150. Это поэтично называется. «Дыхание исчерпанного времени», да. Вот. Вот там же еще ансамбль «Шундергансамбль» замечательно играет. Я не говорю о музыке. Играют замечательно. И тоже моя гордость. Наш ансамбль «Студия новой музыки» в берлинской... Для которой, кстати, тоже огромное количество композиторов специально писают. Да, да, да. Пишут музыку. Вот. И он запись из «Берлинской филармонии». Они исполняли мою пьесу на тексты Платонова «Чевенгур». Вот такой вот. Как называется этот диск, скажите, пожалуйста, чтобы мы поискали его в интернете? Называется «Владимир Тарнопольский», по-моему, «Избранное сочинение». С очень красивым дизайном, что-то. Хорошо. Не знаю, что как музыка, дизайн. Очень красивый дизайн. У нас совсем немного времени остается, к сожалению. Давайте поговорим о, наверное, будущем конкурса «Новые классики». Поскольку уже известны именно победители до первого. Уже понятно, что успех есть, что делать подобные конкурсы нужно. Это дело нужно развивать, его нужно обязательно продолжать. Когда будет начало приема заявок, что композиторы нас сейчас смотрят, слушают? Конечно, но как, к следующему конкурсу, да? Это вы скажете, да. Вы знаете, могу сказать одно. Конкурс будет продолжаться. И продолжаться в том формате, который мы интуитивно выработали. Академическая музыка, авангардная, популярная прикладная музыка. Мне кажется, мы подружили и композиторов, и жюри, и публику. А вот когда состоится новый конкурс, я думаю, это отдельно заслуживает отдельной передачи. А это обязательно, разумеется. Мы назовем дату, число и время. Это отдельно. Но это точно будет продолжаться. И все нас просили, только не бросайте, не останавливайте. Обязательно сохраните этот формат. И мы сохраним. И вас умоляю делать это. Друзья, ну я предполагаю, что, наверное, через год, возможно, будет повтор-то, да, все-таки конкурса. Может быть, чуть меньше. Я к тому, что нужно приступать уже к сочинительству. Как раз будет достаточного времени, чтобы... Ну или начать слушать Малера. И Трестана Мюрая. Да, рекомендую Трестана Мюрая. Очень красивая, просто очень красивая музыка. Наберите в Ютьюбе Трестан Мюрая. Потратьте время. Я вам даже разрешаю на это время не слушать и не смотреть телерадиоканал «Страна ФМ». Да, вот по чуть-чуть, да. Но потом, конечно, возвращайтесь непременно к нам. В общем, друзья, что, ну давайте слушать, давайте. Молодых, замечательных, талантливых, современных композиторов. Конечно, и Владимира Тернопольского, и нашего замечательного Андрея Шарова, который тоже. Диски которого также уже можно найти. И на платформах в интернете, и послушать. Я вас искренне благодарю за нашу встречу. За то, что вы делаете. За то, что вы сделали. Я желаю успеха колоссального. Просто международному конкурсу «Новые классики». Пусть он станет, ну, просто номер один из всех международных конкурсов композиторов. И никак не меньше. Я очень буду ждать нашей с вами встречи здесь, в студии. Приходите, пожалуйста. Искренне еще раз благодарю. Ну и всем нашим зрителям тоже, нижайший подклад, за то, что были в это время с нами. Я счастлива, что телерадиокланд «Страна АФМ» был информационным партнером международного конкурса композиторов «Новые классики». Спасибо большое, друзья. Спасибо вам большое. До новых встреч. Спасибо. Лучшее в стране.